Фильм Рокки Фарсе уже вышел в прокат. Одной из съемочных локаций стал Баб Руськ. Декорации на территории крепости стоят по сей день. Это история о бельгийце еврейского происхождения по имени Жиль Кремье на календаре 1942. Оказавшись в концлагере, главный герой ленты выдает себя за перса. Для него это единственная возможность остаться в живых. Ценой спасения становятся уроки персидского, которые он вынужден давать местному повару. Но вместо этого заключенные преподают несуществующий язык, выдуманный ради выживания. Переведи эти 40 слов на Фарсею. Тут только 39 слов. Запиши еще одно. Какое? Как насчет правды? Этот заключенный вас обманывает. Я должен выдумать 40 слов на незнакомом языке. Придумать нетрудно, а вот запомнить невозможно. Съемки русско-немецко-белорусского фильма проходили в нашей стране, в том числе на турной площадке киностудии «Беларусьфильм». Многие сцены снимались именно на территории вавруйской жемчужины. Срежиссировал ленту Вадим Перельман, известный по картинам «Дома из песка и тумана», «Измены и пепел». Главной роли исполнили немец Ларс Айдингер и аргентинец Науэль Бискаерт. Актерами массовых сцен и эпизодов стали белорусы. Среди них немало бобручан. Команда очень работала профессионалов, на самом деле профессионалов. И второй режиссер, помощник режиссера, он до того людей настраивал. Вот моих собак он даже, вот он говорит, давай ближе, ближе, колония, колония, конвой, ближе, жестче, жестче. Я говорю, да нельзя уже ближе, потому что собаки уже на самом деле, они вошли в роль так, что могут и кого-нибудь и прихватить. А ему это и нравилось. Потом актеры второго плана вспоминали, что я просил даже в крайнюю колонну ставить, кто не боялся, хотя бы собак. Потому что было реально, реально было страшно. Такая концепция сгустить краски, вот это все, нагнетание вот этой обстановки способствовало тому, что был реально все, вот этот концлагерь. Вот эти костюмы очень-очень сильно, там молодцы, конечно, по костюму. Девчонки, они там, ну-ка, сядь. Для своей картины о войне режиссер искал собак именно черного окраса. Так на питомник Виталия Новика и вышли. Для Верона, например, эта лента далеко не первая. За ее плечами сериал «Возвращение Мухтара. Новый след» и фильм «Солдатик». В уроках фарси немецкие овчарки снимались целых две недели. Конвоирование, сбор заключенных на плацу и выгрузка людей из машины. Обстановка на площадке, вспоминает кинолог, была более чем накаленная. Это и предполагал сюжет. В роли актеры вжились на все 100%. Вот эти собаки, вот такого разведения, с которым я занимаюсь, они хорошо мотивированы. То есть им интересно что-то делать. И съемочный день, допустим, в кино может быть и 12 часов, а может и больше. Там могут быть переработки. То есть смена 12 часов. И не каждая собака, даже человек, вот 12 часов вот так вот походи. Ну правильно, мы заходили, где-то грелись, где-то там чай, кофе, там, ну, обед, естественно, все нормально. Но 12 часов, если нужно было отработать вот эти смены, собаки работали за вознаграждение. Вот фактически вот у меня Мухтар вот отработал за такой мяч. Я после стоп-камеры бросаю мяч, Володя Фекленко ловил этот мяч и сразу же давал. То есть в отличие, чтобы собака работала, в отличие от людей, которым можно пообещать зарплату, собака должна получать зарплату здесь и сейчас. Тогда она будет работать с удовольствием и будет работать на 100%. То есть она не будет уставать, потому что она будет понимать смысл этой работы. Когда мне нужно было успокоить собаку, после вот такого экшена, как они выражались, когда действительно напряжение возрастало, степень риска тоже возрастала, потому что собаки не успокаивались. Я раздал эти мячи каждому из кинологов, каждому из помощников. И они просто из кармана их раз, чтобы переключить собаку из агрессии в добычу, они получали свою любимую игрушку. Вот это и есть их вознаграждение. В уроках Фарси Перельману удалось снять цепляющий фильм на тему Холокоста. Выдвинув на первый план не страшное зверство нацистов в концлагере, а человечность и понимание. Здесь смешалась трагическая история с комедийными сценами. В основу картины на реальных событиях лег рассказ немецкого драматурга «Изобретение языка». Выход фильма в широкий прокат запланирован на весну 2021-го. Посмотреть номинант на «Оскар» уже можно в кинотеатре «Товарищ». Ближайший показ в понедельник. Цена билета 6 рублей. К слову, на мировой премьере публика встретила картину долгими овациями. Кроме того, фильм вошел в программу специальных показов 42-го Московского международного кинофестиваля. Мария Бересневич, Павел Зуев. Итоги недели.